Александр Волков-Медведев Александр Волков-Медведев возглавил уникальный проект «География России». Моя кухня представляет из себя смешение старых и новых традиций. Мы берем рецепты предков, перерабатываем их, извлекаем из них самую суть и подаем в абсолютно новой обработке. Как пример, томленая говядина. Говядину для этого блюда мы томим в русской печи с добавлением красного вина и большого количества овощей. Шеф объездил всю страну от Дальнего Востока до Арктики и собрал уникальную коллекцию рецептов. Одно из моих фирменных блюд – Сугудай. Это блюдо с очень богатой историей. И это был очень важный инструмент для людей, завоевывающих Сибирь. И это блюдо – яркий пример того, как мы популяризируем русскую кухню. А еще это очень вкусно. Александр – постоянный участник гастрономических фестивалей. Обладатель пальмовой ветви ресторанного бизнеса в номинации «Пиар-компания года». Александр Волков-Медведев. Выше только звезды. Друзья, привет. Меня зовут Александр Волков-Медведев. Я шеф-повар ресторана «Русский». И сегодня вы у меня в гостях на моей кухне. Готовить мы сегодня будем паштет из палтуса. По сути, по своей, это очень простое блюдо. Но мы его будем готовить немного необычным способом и совсем необычным способом подавать. Я уверен, что с палтусом знаком каждый. У меня уже заранее подготовленное филе. Но такое же подготовленное филе вы можете купить практически в любом крупном сетевом магазине. Достаточно в рыбном отделе попросить, чтобы с него полностью сняли кожу. Но у палтуса достаточно плоский вкус. И нам для того, чтобы его разнообразить, нужно подкоптить. Коптить достаточно просто в домашних условиях, если соблюдать буквально пару простых правил. Нам нужна любая кастрюля с тонким дном. Нам ее предварительно нужно подогреть на плите. Нам нужны опилки. Их нужно совсем небольшое количество, буквально столовую ложку. Опилки нужно выбирать каких-либо плодовых деревьев, просто потому, что в них меньше смолы. И дым от них будет гораздо лучше сочетаться с продуктами. Нам нужна какая-то небольшая чашка, которой мы будем накрывать наши опилки. И на нее мы будем ставить вот таким образом тарелку с нашим продуктом. Это нужно для того, чтобы избежать контакта между тарелкой и дном кастрюли, чтобы тарелка просто не лопнула. Насыпаем опилки. Накрываем сверху чашкой. Ставим на нее палтуса. Накрываем фольгой. И ждем, пока из-под фольги пойдет первый дымок. Как только он пойдет, мы снимаем это все с нагрева. Ждем 5 минут, чтобы палтус впитал в себя аромат копчения. И дальше продолжаем готовить. 5 минут прошло. Снимаем фольгу. И, как мы видим, при таком варианте копчения совсем немного дыма. Поэтому делать это можно буквально на любой кухне. Дальше палтуса нам нужно приготовить. Для этого перекладываем его на лоток и отправляем в духовку при 180 градусах на 10 минут. Обычно паштет подают на каких-либо поджаренных хлебных тостах. Мы будем подавать его на чипсах из рыбной кожи. Мы вот эту рыбную кожу, абсолютно неподготовленную, превратим в невероятно хрустящую, невероятно гастрономичную историю, которая идеально сочетается с паштетом. Скорее всего, вы задаетесь вопросом, где же взять рыбную кожу. Конкретно это рыбная кожа от лосося. Взять ее очень просто. Достаточно прийти в рыбный отдел любого супермаркета, и она там точно есть. Когда разделывают тушку лосося, чаще всего ее выкидывают. Вам нужно подойти к продавцу, спросить, и, скорее всего, вам отдадут ее бесплатно. Кожа от самого палтуса, который мы использовали, нам не подойдет, потому что она не пузырится. Кожа же от атлантического лосося прекрасно взрывается во фритюре и превращается в отличное гастрономичное дополнение. Мы ее просто раскладываем на лист пекарской бумаги, разравниваем, чтобы на ней было как можно меньше складок, и отправляем ее в духовку при 60 градусах. Желательно, чтобы в духовке была включена конвекция. Высыхает такая кожа в духовке буквально за пару-тройку часов. Палтус готов, приступим к приготовлению паштета. Для этого нам понадобится блендер. У меня вот такой большой, но если у вас нет такого, подойдет даже небольшой погружной блендер. Палтус перекладываем в чашу блендера. Добавляем туда пару ложек сметаны. У меня 20-процентная сметана. Пару столовых ложек оливкового масла. Пару щепоток соли. Столовую ложку лимонного сока. И пробьем все это. Если вдруг у вас случайно получилось пересушить палтуса, добиться нужной консистенции, достаточно просто. Нужно добавить пару ложек рыбного бульона, и тогда текстура будет отличная. Наш паштет из палтуса готов. Мы его сейчас переложим в емкость, в которую отправим остывать. Но на самом деле для подобного паштета подходит практически любая рыба. Ее всего лишь нужно отделить от костей. Можно подкоптить, но это опциональная история. И вот такой прекрасный паштет у нас получается. Отправляем его остывать, а пока займемся чипсами, которые будем готовить из кожи. Для чипсов из кожи нам понадобится фритюр. Сделать его в домашних условиях достаточно просто. Нам нужна кастрюля. Нам нужно подсолнечное масло. Наливаем его примерно где-то на ладонь глубиной. И нагреваем до 200 градусов. 200 градусов – это очень важно. Чтобы понять, что внутри фритюра на самом деле 200 градусов, понадобится термощук. Им обязательно нужно измерять температуру мяса внутри куска, удостоверившись, готово оно на самом деле или нет. 200 градусов есть. Начинаем готовить чипсы. Для этого нам нужно кожу поломать вот такими кусками и прям так опускаем во фритюр. И ждем, пока произойдет магия. И они пузырятся просто прекрасно. Кожа очень быстро превращается в хрустящий чипс. Она вот так прекрасно ломается, воздушная и очень хрустящая. Кожа готова. Но коже нам нужно придать дополнительно вкуса. Поэтому я ее посыплю той смесью специй, которую сделал я. Вы можете взять любую готовую смесь специй, которая вам нравится по вкусу. У меня тут достаточно большое количество паприки, небольшое количество сухого острого перца, кориандр, зира, немного бадьяны. Также внутри смесь специи у меня есть соль, поэтому дополнительно кожу подсаливать не нужно. Посыпаем сверху щедро. И приступаем к сервировке. Мы берем остывший паштет. Выкладываем его в порционную тарелочку. Посыпаем сверху любой нравящейся вам зеленью. Мне кажется, что сюда идеально подходит лук и резонец. Выкладываем крупные чипсы, чтобы это было все воздушно, ажурно. Мы берем чипс, отламываем, зачерпываем паштет. Наслаждаемся очень ярким, копченым вкусом. При этом у нас получаются две абсолютно разные текстуры. Нежнейший паштет, хрустящие и воздушные чипсы. Это просто потрясающе. Продолжение следует...